В Рязанском государственном медицинском университете завершились выпускные вечера. В понедельник получили дипломы иностранные студенты. Во вторник студенты фармацевтического, медико-профилактического, стоматологического факультетов, а также факультета среднего профессионального образования. И в среду 5 июля 333 выпускника лечебного факультета собрались в Рязанском дворце молодежи на торжественное вручение дипломов. Этот выпуск для лечебного факультета особенный тем, что впервые специалисты могут идти в практическое звено. То есть наш диплом стал сразу применяем без дополнительного образования. Они могут идти работать в первичное звено. И надеюсь, что они там будут, безусловно, потому что потребность кадра как раз она есть именно на этом направлении, сейчас достаточно серьезная. В этом году почти 600 молодых специалистов вышли в систему здравоохранения из Рязанского государственного медицинского университета. Однако не все пойдут сразу работать. Хоть кто-то отправится в ординатуру, как Анна Мартынова, приехавшая учиться в Рязань из Подмосковья по целевой программе. На протяжении трех лет я возглавлял студенческое научное общество. И мы помогали с ребятами, которые активно занимаются научной деятельностью, а также привлекали других студентов к занятиям наукой. Я думаю, что у нас это получилось. У нас сложилась очень добрая, активная команда. И надеюсь, они продолжат свою работу уже без меня, но я буду помогать. Анна увлечена изучением строения человеческого тела и хочет связать себя с рентгенологией, компьютерной томографией и МРТ. А вот другая выпускница продолжает династию врачей в своей семье и теперь мечтает стать хирургом. Мне кажется, что это один из лучших институтов по той простой причине, что здесь теория напрямую переплетается с практикой. Мы можем заниматься наукой, нам в этом всегда помогают лучшие преподаватели, профессора, доценты и все сотрудники кафедры. Кому ты хочешь подошел, обратился. После чего ты, научившись теорией, можешь идти свободно в практику. Практика начинается с кружков, где мы можем оттачивать свои навыки в зависимости от того, какую специальность человек выбирает. И в последующем максимально работать, например, в Этлабе. То есть у нас есть такая структура, как в Этлаб, где мы можем в условиях практически реальной операционной работать с живым существом. Рязанский государственный медицинский университет славится своими специалистами, условиями для обучения студентов, материально-технической базой, которой он обладает, а также связями с медицинскими учреждениями, где студенты могут проходить практику. И выпускной этого профильного вуза посетил глава региона Николай Любимов. Знаете, я, честно говоря, как глава региона, горжусь тем, что у нас такой вуз есть, потому что он известен за пределами далеко Рязанской области, потому что здесь занимаются не только учебой, образованием, но и наукой, тем, что здесь есть очень серьезное оборудование, которое, наверное, в некоторых зарубежных иностранных, европейских странах не стоит, и люди могут учиться на этом оборудовании, делать все, чтобы было комфортно лечить. После вручения дипломов о высшем образовании, почетных грамот и поздравлений в свой адрес студенты выпустили в небо все те шарики, с которыми на протяжении церемонии с удовольствием играли дети. Так что радость от мероприятия получили все гости, собравшиеся на выпускном Рязанского государственного медицинского университета.